Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. За последние несколько недель Фераксис представила ещё нам несколько цивилизаций и лидеров, которые появятся в Seedmare Civilization 7. Сейчас я вам про них расскажу, покажу, но вначале хотел бы с вами обсудить, вам не кажется, что лидеры, которые нам пока показывают, они какие-то не очень лидеры? То есть реально таких лидеров это Хаджи Псут и Октавиан Август, которых нам вначале были представлены, которые, ну может быть ещё Асока, Ашока, смотря как произносить. Тут вот на Конфуция гнали, что мол он не особо лидер, хотя по мне так он всё-таки лидер какой-то философской идеи, но вот прям чтоб править цивилизацией. А вот Текумсы, ну то есть они какие-то такие пресные что ли, вот прям просто лидеры это такие вот должны быть персонажи, с которыми ты себя сравниваешь и за которых ты в общем-то хочешь играть и вот быть этим самым лидером. А тут нам пока показывают, ну даже Ашока, если по-большому так, может быть для индусов он, ну он конечно неизвестен, историческая личность, он там буддизм распростозелил в общем-то её мировой религией, его объединил индусов в империю. Но всё равно он вот на данный момент такая не очень известная личность. И Конфуций, да, конечно, известнейший там лидер религиозного философского течения, но тем не менее. Я могу только подумать, что нам пока как бы нас так прогревают не самыми популярными лидерами и вот чем ближе будет момент выхода игры, тем более какие-то интересных лидеров нам будут показывать. Но пока, по-моему, это как-то всё немножко странновато выглядит. Собственно и цивилизации, которые нам показывают. Вот у меня просто начинает возникать тревога там в презентации, в самой первой, говорили, что там у них есть отдельная женщина, которая занимается репрезентацией, чтобы все были представлены. Не затмит ли эта репрезентация реально цивилизацией, что ли, и лидеров? Ну, посмотрим, давайте, в общем-то, перейду к новым лидерам и новым цивилизациям. Буду рассказывать вам в порядке презентации. Сначала нам показали кхмеров, тоже цивилизация античности и древнего мира. Уникальная способность называется ксекам-чамнон. Городские районы не убирают с клетки её урожай. Ну вот, например, вы в шестой циве ставите на луг район, который даёт две еды, и эти две еды куда-то деваются. А вот у кхмеров этого не будет происходить. Свойства кхмеров — экспансионисты и учёные. Уникальное улучшение называется барай. Добавляет на клетку еду и дополнительную еду на поймах. Может быть размещено только на ровной клетке, и может быть только одно в поселении. Или одним. Я не знаю, какой у барая род. Уникальный гражданский юнит — вайши. Уникальный торговый юнит. Иммунен к затоплению и игнорирует штраф за перемещение по влажным тайлам. Не знаю, что это значит. Возможно, какие-нибудь тропические леса, либо поймы. Уникальный военный юнит — ютхахатхи. Уникальная кавалерия. Увеличенная сила в битвах по сравнению с обычными юнитами, но уменьшенное перемещение. И тоже иммунен к затоплению. Короче, в водоплавающие кони ассоциированное чудо — анкарват добавляет счастье и увеличивает лимит специалистов на город. Должно быть размещено на клетке рядом с рекой. Напоминаю по поводу вот этих ассоциированных чудес. Мало того, что они открываются все в уникальных социальных деревьях этих цивилизаций, так еще и эта цивилизация имеет 30% к производству при создании этого чуда. Кстати, появляются кхмеры на поймах в тропических лесах. Ну и вот те самые уникальные цивики. Их у кхмеров три. Маасонг открывает возможность построить барай, а также все улучшения здания и городские районы не разрушаются после наводнения. Также открывает традицию питхичрат для принятия в правительстве. Эта традиция увеличивает силу юнитов на клетках пойм. Как-то кхмеры вообще полностью на поймы заточены, представьте, если они на них не появятся. Ладно, следующий цивик Амнач увеличивает перемещение для уникальной кавалерии кхмеров, а также открывает возможность строить чудо Анкарват и традицию Варна. Эта самая традиция увеличивает золото от специалистов. И, наконец, последний цивик Чакраварти на первом уровне. А напомню, тут у цивиков может быть несколько уровней. Увеличивает скорость появления жителей в столице, но, правда, при этом снижает счастье за каждый другой город вне столицы. А также открывает традицию Камбумера, которая уменьшает содержание для специалистов. Вот это нам подсказывает, что теперь специалисты будут требовать содержания. Но, правда, они и раньше требовали, как бы мы еду тратили на этого жителя. Возможно, так и останется в седьмой циве, что каждый специалист будет потреблять, ну, две еды, как было в пятерке, в шестерке. И просто вот эта традиция снизит это потребление еды. Бедных специалистов посадят на какую-то диету, блин. Ну и на втором уровне Чакраварти добавляет еще один кодекс-слот для дворца. Кодексы — это что-то из научной победы. Далее нам представили лидера Текумсе. Это глава народа Шауни и Индейского племенного союза, известного как раз как конфедерация Текумсе. Про саму цивилизацию Шауни я рассказывал в предыдущих видео. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Итак, он у нас дипломат и милитарист. Появляется цивилизация, ведомая Текумсе, на равнинах и лугах. Его агенда, то есть манера поведения — это сюзерен всего мира. Он любит лидеров, которые оставляют независимые силы независимыми, и не любит тех, кто их захватывает. Ну, независимые силы — это что-то типа городов-государств. Хотя в седьмой цивилизации они не так будут выглядеть, они скорее как те самые варварские кланы, которые постепенно превращаются в города-государства. Лидерский бонус имеет труднопроизносимое название, вы тут даже не написали, но я попробую. Ника-акия-куала-акве. Поселения получают больше еды и производства в каждой эпохе за каждый город-государство, сюзереном которого вы являетесь. А также увеличенный бонус к силе всем вашим юнитам за каждый город-государство, сюзереном которого вы являетесь. Дальше нам в видео показывают шауни, но о них я вам уже рассказывал, так что просто оставлю на фоне и перейду к следующей цивилизации, которую нам представили. Тем более, что они с шауни немного связаны. Это миссисипцы, цивилизация античности. Появляются они на ровной поверхности и на реках. Их фокус экономика и экспансия, а уникальную способность, видимо, можно перевести как сообщество гуся. Все здания получают дополнительную еду, если рядом находятся ресурсы. Не уточнены какие, видимо, и стратегические, и бонусные, все работает. Уникальное улучшение. Подкоп. В середине буква Т, а не Д. Добавляет золото и еду за каждый соседний ресурс. Можно построить только на ровной клетке. Уникальный гражданский юнит. Ватанадхи. Это уникальный торговец. Дает золото за каждый ресурс, который вы получаете при создании торгового пути. Да, тут, наконец, кстати, с помощью торговых путей можно будет ресурсы получать. В седьмой циве. Это чем-то похоже на то, как была реализована торговля в Sydney Civilization Beyond Earth. Уникальный военный юнит. Горящие стрелы. Точнее, горящая стрела. Уникальный стреляющий юнит. Увеличенный бонус к силе против укрепленных районов и осадных юнитов. Также добавляет клетке статус горения, который работает несколько ходов. Горение. Каждый ход будет отнимать немного здоровья у юнитов, которые находятся на этой клетке. Интересная, кстати, особенность. Ассоциированное чудо. Курган монахов. Добавляет еду, а также увеличивает вместимость для ресурсов в городе. Неужели еще и это в седьмой циве будет? Ну, видимо, так же будет работать, как в шестерке. Вот, например, добываете железо, и пока вы не построите военный лагерь, не больше 25 на сетевой скорости можно было железо добывать. Так вот, здесь это чудо будет увеличивать эту вместимость. Можно построить только рядом с рекой. Ну и уникальные цивики. Земляные работы. На первом уровне открывает возможность построить вот это уникальное улучшение подкоп и увеличивает производство, когда вы строите какие-то здания. На втором уровне увеличивает лимит поселений и открывает возможность строить чудо холм монахов. И традицию, которую я бы перевел как выдержанную в ракушке керамику. Shell Tempered Pottery. Эта традиция увеличивает золото, которое получают здания за соседние ресурсы. Цивик Канаха увеличивает вместимость для ресурсов в столице и открывает традицию экономика даров, которая увеличивает золото и счастье за каждый импортируемый ресурс. И, наконец, Цивик Лахих позволяет вашему уникальному юниту, вот этому горящей стреле, грабить клетки в радиусе его выстрела. То есть вам не надо перемещаться на эту клетку и грабить, вы как бы выстреливаете и грабите ее. Но при этом уменьшается стоимость перемещения. А также открывает традицию Атасса, которая увеличивает силу и защиту для стреляющих юнитов. Я, кстати, думаю, что вот эта цивилизация как раз собрекается с Шауни, потому что... или Шоуни, потому что Шоуни — это цивилизация типа эпохи открытий, а миссисипцы — цивилизация античности. То есть вот от миссисипцев вы как раз, скорее всего, к Шоуни можете перейти. Естественно, под лидерством тыкумсы. Как вы думаете, как правильно произносится вот следующий лидер, который вы видите на экране? По-английски вроде как написано «транк-трек», да, вы могли бы прочитать, но на самом деле по-русски это читается, ну или принято так в русскоязычном, как «чинг-чак». «Чинг-чак», причем «чинг», то есть не через «и», а «ы» именно, «чинг-чак». И это одна из сестер, вторая сестра Чинг-ни, предводительница восстания против китайских наместников, считающихся национальными героинями Вьетнама. Причем, фактически, они, пожалуй, даже не вьетнамками были, а нам-вьетками еще. Ладно, не будем вдаваться в историю Вьетнама. Чинг-чак у нас милитарист и ученый, а ее агенда называется Ван Минь, и она не любит лидеров, у которых есть командиры с большим количеством прокачек. Ну и, соответственно, любит тех, у кого нету таких командиров. Недаром нам тут, кстати, Актовиана Августа показывают. Уникальная способность лидера называется «Хайба Чинг» и дает три бесплатных прокачки первому командиру, которого получит Чинг-чак, а также 20% опыта каждому командиру. Кроме того, города в тропиках получают плюс 10% к науке, и этот бонус удваивается, если Чинг-чак объявляет формальную войну. Ну, имеется в виду, видимо, когда есть повод для войны. Цивилизации под управлением Чинг-чак появляются в тропических лесах и плодородных землях. До сих пор непонятно, как подобное связано с местом появления цивилизации, потому что у каждой цивилизации есть место появления, и у каждого лидера есть место появления. Что тут будет преобладать? Вот, в общем-то, и все подробности про этого лидера. Наверное, она должна быть как-то связана с Вьетнамом, но Вьетнам нам не показывали, зато показывали кахмеров в начале этого видео. Возможно, они какие-то родственные цивилизации, точнее, возможно, точно это родственные цивилизации, но как, интересно, жители современной Камбоджи посмотрят на то, что их лидером будет Вьетнамка. Дальше нам представили цивилизацию Империя Чола. Эта империя существовала в средневековой Индии, на юге Индии, и в седьмой цивилизации она тоже будет в эпоху исследований. Стартовое место для Империи Чола – побережье и тропические леса, фокус у них на экономику и дипломатию. Уникальная способность называется Самаям, вы получаете дополнительный торговый путь за каждое торговое соглашение. Два уникальных здания, первое – Маниграмам, дает счастье, и дополнительное счастье за каждое торговое здание рядом. А прилегающие кварталы дают дополнительное золото. Анджуванам, другое уникальное здание, дает золото. И дополнительное золото, если расположен на побережье и судоходной реке. А также увеличивает производство при создании морских юнитов. Правда, должно быть расположено на побережье. Если вы два этих уникальных здания расположите в одном квартале, то получите уникальный квартал. Пять сотен лордов он называется. Этот квартал увеличивает дальность торговых путей, как на суше, так и на море. Уникальный гражданский юнит Отру – это морской командир. Видите, будут разделяться командиры на суше и на море. Этот уникальный морской командир снижает силу вражеских морских юнитов, если они находятся в его радиусе действия. Вообще, странно, конечно, что он считается гражданским юнитом, но так Фераксис его описывает. Уникальный военный юнит называется Калам – это уникальный морской юнит. Он получает дополнительную атаку, если у него остались очки перемещения. То есть это что-то типа Чокану из пятой цивы только на воде. Ассоциированное чудо – храм Браха-Дисвара. Дает счастье, а все здания, у которых работает бонус за соседство, получают еще и счастье от судоходных рек рядом. Можно построить либо на несудоходной реке, либо рядом с судоходной. И, наконец, цивики. Их аж четыре у империи Чола. На горам первый уровень открывает уникальное здание Маниграмам, а также увеличивает влияние для создания торговых соглашений. Второй уровень открывает другое уникальное здание Аджуванам и увеличивает вместимость для ресурсов в столице. Цивик Канакам увеличивает золото от активных дипломатических действий, которые вы начали или поддерживаете. А также открывает традицию Девакошта, благодаря которой здания на золото увеличивают выхлоп культуры. Цивик Дигвиджая, вообще, конечно, интересно, как это все будет переводиться в итоге, дает уникальному морскому юниту Каламу увеличенное перемещение и дальность обзора. А также открывает традицию Марак Калам, благодаря которой содержание морских юнитов уменьшается. И, наконец, цивик Муссонные ветра увеличивает лимит для поселений, а уникальный гражданский юнит получает прокачку конвой. Также открывается чудо и традиция Ангади, которая дает поселениям, которые не столица, увеличенные золото, если у них построено водное здание. Напомню, раньше нам уже демонстрировали индийскую цивилизацию из античности, империю Маурия. И вот к нему, считайте, еще анонсировали лидера Ашоку. Причем в двух ипостасях зачем-то. Вместо того, чтобы сделать двух лидеров, они будут одного Ашоку, но в двух ипостасях. Ашока, отрекающийся от мира. Это, наверное, отсылка к тому, что он буддизмом занимался. Он у нас экспансионист и дипломат. А Ашока, завоеватель мира, милитарист и дипломат. Агенда, отрекшегося от мира Асоки. Он любит лидеров, у которых империя счастлива, и не любит тех, у кого не счастлива. А Ашока, завоеватель мира, любит тех, у кого большая империя, и не любит тех, у кого маленькая. Хочется добавить, у кого маленький, но не будем опошлять наш обзор, господа гусары. Способность Ашоки, отрекшегося от мира, называется Дхамараджа, добавляет еду за каждых пятерых счастливых в городе, а также увеличивает еду в поселениях во время празднований. Ну, это что-то типа Золотого века или Дня короля в пятерке. Все здания получают дополнительное счастье при соседстве с любыми улучшениями. У Ашоки, завоевателя, способность называется Девараджа, и она увеличивает производство в городах за каждых пятерых счастливых. А также дает плюс 10 производства в тех поселениях, которые Ашока-завоеватель не создавал, а то бишь как раз завоевал. Объявление формальной войны гарантирует вам празднование. Ну, давайте я лучше буду говорить это официальной войны, объявление официальной войны. И во время празднования ваши юниты получат дополнительную силу против укрепленных районов. Несомненно, Ашока-завоеватель выглядит посильнее, чем Ашока, отрекшийся от мира. И прикол в том, что вот этого завоевателя вы получите только если заранее купите более дорогую версию седьмой Цивы. Первый Ашока будет доступен всем, а второй только при покупке Founder Edition. Так что прогревают фанатов на деньги, ребята. Будет тот лидер, которого будут банить в сетевых, я уже предсказываю просто заранее. Кстати, интересно, что у этих двух лидеров не прописаны стартовые места вообще. Ну и, наконец, буквально несколько часов назад анонсировали еще одну цивилизацию эпохи исследований. Аббасиды. Появляются они рядом с верблюдами на побережье. Интересно, первый раз вижу тут пока, чтобы цивилизация именно рядом с каким-то ресурсом, а уж тем более рядом с верблюдом. Их фокус — наука и культура. Уникальная способность называется Медина. Вы получаете золото за каждое сельскохозяйственное население города, когда вы создаете специалиста. Ну, как понять, сельскохозяйственное — это те, которые обрабатывают, например, лес, там, ферму. Также отмечается, что эффект скалируется по скорости игры. Первое уникальное здание — Медресе — дает науку и дополнительную науку за каждый соседний квартал и научное здание. Другое уникальное здание — Мечеть — дает счастье и дополнительное счастье за каждое соседнее культурное здание, а также бонус культуры за соседство со зданиями на счастье. Это, кстати, очень похоже на театральные площади и развлекательные площади в Шестой Циве. Также Мечеть открывает способность основать религию. Да, напоминаю, религии тут основываются только вот в этой эпохе исследований. Наконец, если вы оба этих здания построите в одном районе, то получите уникальный район Улема. Он дает науку всем специалистам в этом городе. Уникальный гражданский юнит аббасидов — Улем. Кто не знает, это так называют признанных или авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама. Что-то похожее уже было у предыдущих цивилизаций. Там инженеры у Египта, командиры, по-моему, у Рима. Смысл в том, что вы, проведя определенный проект, можете получить Улема. Причем этих Улемов 10 штук. Выдаются они вам рандомно. Ну, для примера, Ибн Сина создает госпиталь, который получает дополнительную еду. Или Альфа-Раби можно активировать в научном здании и получить бесплатную рандомную технологию. То есть вот таких уникальных гражданских юнитов вы будете получать, если выполните проект. И каждый новый проект будет немножко дороже в производстве стоить. Уникальный военный юнит — Мамлюк. Кавалерия, когда расположен в поселении, ну, то бишь в районе, причем не только в вашем, но и в оккупированном, получает дополнительный бонус к силе за каждое городское население в этом поселении. Ассоциированное чудо «Дом мудрости» добавляет науку и получает некоторое количество реликтов. Увеличивает науку за каждую великую работу. Также в нем будет несколько слотов для великих работ. Можно построить только рядом с городским районом. И, наконец, цивики Аббасидов. Круглый город. На первом уровне открывает мечеть, возможность строить мечеть, и увеличивает продукцию для зданий с определенным числом городского населения. На втором уровне научные здания начинают получать еду и открывает традицию «Город мира». Эта традиция дает всем зданиям науку, если они расположены рядом с ратушей и дворцом. Цивик Маула открывает уникальное здание Медресе и дает определенное количество процентов от золота, которое вы получаете от торговли, как науку. Клетки с ресурсами получают дополнительное счастье в поселениях с храмами. На втором уровне мамлюки получают увеличенный урон с фланга. Ну, точнее, они наносят более высокий урон с фланга. А также открывает традицию купля-продажа, которая увеличивает науку и золото за каждый ресурс в городе в зависимости от количества городского населения. И, наконец, Цивик Альджабр на первом уровне увеличивает науку в городах от количества населения и открывает традицию «Краткая книга», надеюсь, я правильно понял «Compendous Book», которая увеличивает науку в городах. А на втором уровне уменьшает содержание специалистов, а также открывает «Чудо Дом Мудрости». В общем-то, вот что нового появилось, известного у нас о новых цивилизациях и лидерах в седьмой цивилизации. Как я и сказал, я как-то пока не особо в восторге, не в плане, там, механик, да, а именно вот какие цивилизации и каких лидеров выбрали. То есть это не то, за кого хочется сразу сыграть, знаете, так не зовет тебя запустить игру, чтобы сыграть за Ашоку и Текумси, за Аббасидов или Империю Чола. Ну, не знаю, в общем, надеюсь, вы в комментариях развеете мой пессимизм или согласитесь со мной, ну и поправите, если я что-то упустил или неправильно перевел. На этом все, спасибо, что смотрели. Слава Беларуси, живи Украина. Играйте в умные игры, всем пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку.